В эфире программа «Всегда на страже» и я ее ведущая Виктория Тассол. Здравствуйте! Мы рассказываем о буднях войск Национальной Гвардии. Начнем с новости о задержании подозреваемого в незаконном хранении наркотических веществ. Случай произошел в поселке Кахем в вечернее время. Экипаж группы задержания роты АВО по городу Кызылу во время патрулирования маршрутов охраняемых объектов по улице Паромной заметил гражданина, который при виде автомашины Росгвардии резко ускорил шаг. Далее попытался скрыться в переулках. Правоохранители не поверили, что у человека вдруг появились срочные дела в другом направлении, поэтому было решено проверить мужчину на возможную причастность к правонарушениям. Так, в ходе проверки гражданин вытащил из кармана куртки небольшой полиэтиленовый пакет и отбросил его на крышу близлежащего строения. Подозреваемый был задержан, на место происшествия Росгвардейцы вызвали следственную оперативную группу. В свертке оказался гашиш. 46-летний козылчанин был передан сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств. На данный момент известно, что в отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Незаконное хранение и перевозка наркотических веществ, совершенные в крупном размере. Между тем, по республике продолжаются проверки владельцев оружия. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы в целях профилактики правонарушений обходят всех, у кого имеются зарегистрированные стволы и патроны. Периодичность проверки один раз в месяц. Обследованию подлежат наличие, организация условий хранения, техническое состояние и соответствующие документы. Отдельное внимание уделено доведению информации о действующей региональной программе добровольной сдачи незаконного вооружения на платной основе, в рамках которой любой гражданин может сдать незаконно хранящееся огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Без страха понести за это уголовное и административное наказание и получить за это денежное вознаграждение после соблюдения всех необходимых процедур. Силь должен быть спрятан от лишних глаз, имеется в виду, чтобы из окна не видно было или гости, как приходят домой, чтобы не знали о том, что такой имеется ящик металлический с оружием. Он должен отбитый железом быть, необходимы всегда замки, чтобы имелись внутренние либо навесные. Также отсеки для боеприпасов тоже с замками, конечно, отдельно. В рамках проверок инспекторы вновь разъясняют владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени административной и уголовной ответственности за нарушение требований законодательства в сфере оборота оружия. Исключая доступ к оружию, владелец прежде всего обеспечивает безопасность своих близких. Как выяснилось, случаи бывают иногда из ряда вон выходящие. Однажды был такой случай при проверке владельца оружия. Когда мы к нему домой приехали, у него в доме был частный садик. То есть там еще и дети были. Когда мы начали, то есть прошли в комнату, где находился сейф, и мы обнаружили, что оружие он хранил под кроватью. То есть сразу, незамедлительно, данное оружие было нами изъято, и в отношении данного гражданина был составлен под полгода по часу 4 статьи на 20.8. Повторение залог успешного выполнения задачи в реальных условиях. В Кызыле проведены совместные тренировки подразделений Росгвардии, вневедомственной охраны и ОМОН. В Тувинском сельскохозяйственном техникуме прошли тактико-ситуационные занятия. По легенде, злоумышленник проник в учебное заведение и захватил одного из студентов в качестве заложника. На сигнал тревоги прибыл экипаж группы задержания Росгвардии. Они оцепили территорию объекта, оценили обстоятельства происходящего и держали ситуацию под контролем до приезда группы оперативного реагирования ОМОН. Благодаря грамотному алгоритму действий сотрудников вневедомственной охраны, отряду мобильного особого назначения была передана своевременная и корректная информация. Стражи правопорядка задержали условного злоумышленника без последствий. В конце учений руководство ведомства удовлетворительно оценило порядок действий групп задержания и их взаимодействия с коллегами. Татки-строевые занятия на охраняемых объектах проводятся регулярно. Такие тренировки позволяют отдачивать навыки в совершенствии умения и быстро реагировать в сложных ситуациях. Кроме того, каждый сотрудник должен знать свою схему расположения охраняемых бега. Тренировки в особых условиях. Бойцы СОБР оттачивают навыки десантирования совместно с авиоотрядом Росгвардии. СОБР провел занятие с привлечением вертолета авиационного отряда специального назначения. Тувинский отряд оправдывает свое название ЭЗИР, выполняя задачи не только на земле в городских условиях, для чего собственно и предназначен, но и расширяет свои профессионально-служебные горизонты в воздухе. И помогает им в этом экипаж Ми-8. Отрабатываются совместные навыки без парашютного десантирования. Перед занятиями обязательный инструктаж по мерам безопасности. Проверка от и до. Каждый карабин и винтик. Зачет нужно сдать только на отлично. Сама отработка действий жизненно необходимый момент, от которого зависит и жизнь других людей. Ребята работают на высоте от 10 до 25 метров в зависимости от вида спуска. Доводят до автоматизма действия при посадке, высадке вертолета. Обучают молодое поколение, как ориентироваться в пространстве сразу после приземления. К примеру, в условиях метели в морозную погоду. Тренировки спецподразделений Росгвардии по десантированию проводятся регулярно, а в последнее время дольше и интенсивнее, что позволяет с каждым разом улучшать временные и качественные показатели. Занятия максимально приближены к реальным условиям. Тяжело в учении, легко в бою. К памятным мероприятиям. Заместитель начальника управления Росгвардии по республике Тыва Александр Новоселов посетил могилы сотрудников ОМОН, погибших в феврале 2022 года. Два года назад, выполняя задачи, поставленные президентом России по защите мирного населения Донбасса, на территории Украины погибли Ахмед Маады и Судун Амшалы. Боевые товарищи навели на территории порядок, возложили свежие венки к их памятникам. ОМОН Адык заботится о семьях погибших сотрудников, помогает по хозяйству и участвует в воспитании их детей. Войска правопорядка приглашают молодежь в военные вузы. В Управлении Росгвардии по республике Тыва проводится работа по набору кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения ведомства в такие города, как Пермь, Новосибирск, Санкт-Петербург и Саратов. Абитуриенты могут подать документы в Новосибирский военный орден Жукова, Институт имени генерала армии Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный орден Жукова институт и Саратовский военный орден Жукова краснознаменный институт. Поступившие курсанты во время обучения обеспечиваются жильем в современных казарменных положениях, питанием и материально-технической базой. Также обучаемые получают ежемесячную стипендию в размере 22 тысяч рублей. Отметим также, что вступительный взнос в военные вузы Росгвардии отсутствует. Выпускники получают диплом о высшем военном образовании и офицерское звание лейтенант. Нам нужны молодые люди, учащиеся в 11 классе, либо учащиеся в техникумах, либо колледже, которые ушли после 9 класса. Абитуриенты нам нужны, набор проводится, но время поджимает. Всех желающих связать свою жизнь с военной службой мы ждем в управлении Росгвардии по республике Тыва, которая находится по адресу улица Дружба, 118, кабинет 111, городской номер 3-01-23. Обращаться ко мне майор Соленов Алексей Николаевич. Символ доблести и чести спецназа «Краповый берет». Патриотическое занятие под таким названием для кадетов Козылского президентского кадетского училища Министерства обороны провел сотрудник тувинского отряда мобильного особого назначения «Адыг». Росгвардеец рассказал об испытаниях, которые проходят сотрудники, об истории создания символа отличия, а также о его преимуществах. Кадеты пригласили сотрудника ОМОН неспроста. Они изъявили желание создать свой экзамен среди кадетов на получение специального значка. Идею Росгвардеец поддержал и сразу предложил провести брейн-ринг с выбором форм испытаний. Команды придумали вид значка и этапы соревнований. Кадеты пригласили сотрудников ОМОН в качестве судей на открытие первых испытаний училища для сохранения профессионального подхода и чистоты эксперимента. К слову, сотрудники Росгвардии хороши не только на службе. Защитники правопорядка, иногда люди творческие. Среди них есть скульпторы, художники, музыканты, строители, гончары и кузнецы. Наш следующий материал о ремесленниках специального отряда быстрого реагирования. Чингис Оржик продолжит тему. Мы ищем вдохновение не только в службе, но и в таких тонких вещах, как сделанные из натуральной кожи кардхолдеры, ключницы, обложки документов. Делится мастер кожевиного дела. Несмотря на сложный график в работе, боец специального отряда быстрого реагирования СОБР-ЭЗИР преуспел и в любимом деле. Все в свое свободное время старается уделять развитию своего хобби. С детства любил шить. Всегда хотел попробовать работу с кожей. В детстве мог шить своим младшим братьям зимнюю обувь, как Унты, например. А в целом работа с кожей всегда нравилась. А вот пару лет назад решил попробовать. Любопытство дало плоды. Вот уже за три года маленькая комнатка превратилась в мини-цех. Начинающий мастер допускал ошибки, как сам он сейчас признается. Но это приемлемо в любом творческом деле. А вот материалы покупались по мере необходимости, параллельно с опытом. Работа с кожей особенно. Есть разные виды кожи. Мягкие и жесткие. Также есть такие, которые можно красить. Или те, которые уже имеют свой цвет. И это только натуральная кожа имеет такие различия. Мастер использует исключительно натуральные материалы. Творческий процесс из них получается намного приятнее, чем из кожзама. Немного трепета в кройке кожи, нанесение специальным инструментом декоративной линии вдоль края, всклеивание конструкции и прошивание по контуру дает уже почти готовый продукт. Кстати, контур будет отличаться в зависимости от того, как выполнена работа вручную или на швейной машинке. От глаз истинных ценителей такой нюанс не ускорзнет. Разгвардеец особое внимание уделяет также обработке урезов кожи после прошивки. Работа можно сказать ювелирная. Восковой крем позволяет получить аккуратные края. Хобби не только увлекает. Это способ успокоения души, признается наш герой. Быть может, в условиях современных реалий это действительно для наших бойцов необходимость. Большим подарком в честь Дня защитника Отечества и к Международному женскому дню для тувинского зрителя в городе Кызыле стал концерт ансамбля песни и пляски сибирского округа войск национальной гвардии. Творческий коллектив Туву с гастролями приезжает второй раз в этом году художественные номера отразили тематику своих не бросаем. Вокальные и хореографические композиции зал встречал бурными аплодисментами и каждый номер провожали возгласами мембрала. В патриотических представлениях звучали лейтмотивы любви к родине, верности долгу и отчизне. Особенный отклик зала получили песни на актуальную тему специальной военной операции, так как на концерте присутствовали сотрудники спецподразделений территориального органа Росгвардии и военнослужащей 55-й гвардейской мотострелковой бригады Министерства обороны. И напоследок о спорте. Традиционные зимние виды спорта, безусловно, пользуются спросом и интересами среди росгвардейцев, а мы расскажем о необычном варианте хоккея на метлах. За зрелищным поединком наблюдала Анастасия Оржик. Едва отступают жестокие морозы, рота АВО по городу Козылы зазывает весну метлами. Такой хоккей нам нужен, говорят росгвардейцы. Тувинский ширбишбол – это не только спортивный азарт, но и больше смеха и веселья, как психологическая разгрузка после нелегких суточных дежурств. Вся необходимая экипировка с утра ждет своего часа. В каждой команде, как в мини-футболе, пять игроков. Один из них – вратарь. Правила просты – забросить как можно больше мячей в ворота соперника. Но это еще полдела. Сначала нужно обуздать свои валенки, которые, во-первых, скользкие, во-вторых, не по размеру. Задачу усложняет маленький размер мяча. Дальше – ловкость рук и никакого мошенничества. В ходе игры наглядно видно тех сотрудников, которые чаще всего убирают придомовую территорию. Сегодня играют две команды – первый и четвертый взводы. Вальс-метелок длится 10 минут в два периода. Капитан команды должен продумать расстановку игроков, организовать их умение действовать в команде, быстро и точно совершать пассы. В этот раз победа уходит к четвертому взводу. Победителю достается кубок роты, проигравшим горечь поражения и горячее желание в следующем году взять реванш. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей Росгвардии в следующей программе. Всегда на страже. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова